В одной из предыдущих серий я нашел отличный бронекостюм, починка и модернизация, которого будет стоить около 300 тысяч рублей. Безусловно, это крайне много. И чтобы накопить такую сумму, необходимо очень сильно поднапрячься. Около двух часов я бегал, искал артефакт, выполнял простые задания и наконец-таки накопил на данный комбинезон. Именно с этого мы и начнем сегодняшнюю серию. Не забудь про свой лайк и также про подписку на канал с колокольчиком. Желаю приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Итак, дорогие друзья, я вновь в игре и на этот раз все-таки я решил вам не показывать, только я хожу по местным аномалиям, не знаю, полный местный квест. Потому что это очень скучно и интересно, зачем вообще это вам нужно, собственно. И я накопил таки необходимую сумму для починки нашего комбинезона и у меня еще остается сверху несколько тысяч рублей. 22 конкретно, на хэш же потрачу, наверное, патрончики. Также у меня есть возможность еще один модуль присобачить себе и, собственно, и усиление сервомоторов. Вот так вот, 42 тысячи. А стоит 22, по-моему, у других механиков. Ой, каких 22? 92? Это очень много. Это прям чертовски много. Так, а что вы засуетились? Суету подняли. В общем-то, ладно, хорошо. И также мне говорили о том, что, типа, вот у тебя появился какой-то крутой экзоскелет-клыкан. Вот где мне его взять вообще? Что за счет? Где? Где такое есть? Я без понятия. Тут, конечно, есть у него какие-то прикольные довольно-таки костюмы, но я их не буду брать, наверное. И также я бы хотел себе приобрести какой-нибудь ножик получше, непригоден для разделки крупной дичи. Вот, наконец-таки. Я, наконец-таки, уже в какой-то кэтом серии. 16-17 серия. Господи, впервые я приобрел себе подобное. Ну, конечно, да. Это бывает всякое в этой жизни. Так, давай-ка ты мне маленько патриков отсыпь буквально. Давайте-ка. Но я бы, конечно, аек бы уже по-хорошему менять бы стал. Но если менять, то на что? Правильно? Не на че особо. Так, для бояка аеку покупаем. Ну, все. Вот теперь я максимально готов к вообще ко всему. Так что можем сейчас идти по сюжетику дальше. Так, перезаряжай, пожалуйста, нашу баллону. Что там у нас имеется? Так же еще по заданию. Я нужно было бы так же посмотреть. На самом деле, я потратил около двух часов своей жизни на то, чтобы банально тут все обследовать, побегать. Да, нашел так же. Сердце Уайтис, нашел тут множество артефактов. Стоят они не очень дорого. Сердце Уайтис стоит вообще там тысяч сколько? Ну, 15 плюс-минус, я так думаю, где-то. Короче, нужно сейчас идти. Еще, что я хочу отметить. Хочу отметить то, что по ходу фарма я видел столько сообщений. Просто уйму сообщений о том, что сталкеры присоединяются к некой группировке грех. Даже Цербер. Да, тот самый добрый маловец с армейских складов, он тоже собирается примкнуть к этим греховцам. Вот это вот меня вообще смущает. Нужно бы как-то с ним разбираться. Поэтому, го, сходим сейчас к Сидоровичу, порасспрашиваем его на этот счет, что он думает. Глядишь, и узнаем, что интересного. Итак, я у Сидоровича. В принципе, можно было бы прямо сейчас взять некоторые первые квесты, но я попозже этим займусь, наверное. Хотя, ладно, что ж, давай, фанат. Есть какие-то задания. Работа. Травядный мутант. Без проблем. Сделаю как-нибудь, глядишь. Реально, почему нет? Деньги нам вновь нужны. А, так они недалеко. Так тем более, мужик, сделаю. Нет, 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 не уходи никуда, не уходи. Все. Серьезно, одна плоть? Господи, фанат. И сколько же ты мне даже за такое задание? Так, тут что-нибудь имеется? Нет, нету. Как давно, кстати, я не гулял просто так вот по зоне. Не дышал этим свежим, прекрасным воздухом. Я всегда занят. Вот прям всегда. Меня это, честно говоря, смущает. Хотя, о, кстати, можем, в принципе, шкурку плоти на себя повесить. Но, мне кажется, что от этого толку мало будет. Но, в принципе, ладно, пока не продали. Можно повесить, думаю. Погоди, что даешь еще раз? Защита, грузоподъемность плюс 300 грамм, радио, хим, защита плюс проценты. Ой-ой-ой, какая шкура плачет. Слушай, ничего себе. Полезная хрена, наверное, на самом-то деле. 3 800. Хорошо, спасибо на этом. И, кстати, насчет репутации. Мне уже, по-моему, вы зелененький стали, если не ошибаюсь. Отношения хорошие. У меня, да, видишь, Глеб, ворот, у меня зелененький. То есть, все. У меня хорошие отношения с единочками. Возможно, когда я ап на 2000, появятся отличные отношения. С долгом у меня отношения какие? Минимально-минимальные. Хотелось бы нормальные, хотя бы с долгом еще поиметь. И со свободой, но это, знаешь ли, тоже, как бы, вроде важно, вроде как-то и не сильно, поэтому пофигу. Может быть, у Волка какие-то квесты имеются? Еще раз. Травоядный мутант сделаем. Это надо будет с новичками. Это я не хочу брать. Все. Подожди, где мутант еще раз? Мутантик. Ну, недалеко. Ладно, как-нибудь тоже сходим. Не проблема, я так думаю. Ну что, Сидорович, здорово. Давай-ка мы тебе тут, может быть, что-то продадим. Не очень нужное нам, допустим, вот это, допустим, вот это. И... Ну, моя шкура. Ну, в принципе, пофиг, пусть висит. Отдай-ка ты мне лучше патрончиков. И вот я все-таки прям хочу узнать, что за экзоскелет такой этого клыка. Это стоит 300 тысяч. Где его взять? Я вообще что-то как-то не понимаю пока. Так, 2000, конечно, дороговато. Как-то у тебя патроны стоят, но что поделать? Работа. Работа, дикая территория. Ладно, найду тебе этот товар. Нашивка бонитых 70 штук. Ладно, сделаем и все. Мне кажется, Эльзона в последнее время уж больно чересчур религиозная стала. Все проповеди какие-то левые звучат. Да и сталкеры такие же. Что, блин, происходит? Да, есть тот нас от Ревина. Возможно, ты даже видел. Послушай, ты меня знаешь. Всю жизнь дела, я не лезу, да и медсанта с меня никакой. Ну а те, кто бочку на меня катит, сами себе создают проблемы. Только вот проблема, что делать с теми, кто бочку может и не катит. Да только глаза с ушами мосули так, что всех клиентов распугает. Вот об этом я тебе и говорю. Появился тут сталкер какой-то левый в округе. Да и все другим сталкерам пытается свою религиозную хрень впарить. Проповедует все, мол, мы не понимаем местного предназначения вещей и зоны. Покайтесь и да придет ваше спасение. Вылезится день очищения. Присоединяйтесь к его цели и все в таком духе. Многие сталкеры, к счастью, послали его в пшеи. Но только есть и те, кто реально купился на его вредни. Меня такой расклад вообще не устраивает. Сталкеры, если устраивают мордобои, то все равно идут опосля ко мне. За бинтами доводочкой, чтобы подлечиться, да и на мирную пойти. Только этого ничего не будет, если они прилипнут к какой-то чертовой стекте и свалят. Я уже не говорю о том самом факте, что мозги начатся промоют. Если ничего не предпринять, то деревня станет проходным двором, а меня на смех поднимут. Не-не-не-не-не. С таким положением дел я точно мириться не намерен. Я вот тут подумал, а что если какому-то сталкеру вдруг станет интересно, и он расспросит этого проповедника томасем, а потом совершенно внезапно мутант какой прибежит, или же перед аномалией кто-то споткнется, а? Направление уловил. Какие конкретные вопросы задать ему? Значит так, попробуй конкретно так втереться к нему в доверие, чтобы он тебе все выболтал. Простякту его эту. Кто они? Кто такие? Чего им вообще надо? Как получишь инфу, то пусть я увижу некровок, как кто-то угодил в аномалию, или пошел на корм мутантам. Понял? Ей-богу, нет уже больше сил моих сталкеров больше сушить. А зачем ты мне лопату дал металлическую, что-то не понимаю нахера? Типа, закопать его что ли? Или что это за намерк такой? Новое задание, смертный грех, таинственный посланник. Ну-ка, еще раз. Сидорович хочет, чтобы я добыл свою возможную информацию из таинственного посланника, который не дает покоя сталкерам в деревне новичков. То есть он прям здесь что ли? Прям в деревеньке? Ничего себе, он так-то опасный. Так, а кто же тогда? Точнее, а где же он тогда? Не понимаю. Наверное, он сидит где-нибудь один-одинешник, да, прав? Да, вот он. А, нет, не один. Мужик, шоп, иди отсюда. Так, а ты кто такой? Приветствую тебе, брат сталкер. Ищешь ли ты просветление? Здоров, Будя? Внимлю я тебя, брат. Я хочу просто поговорить. Рад, что среди людей, целью которых является лишь самообеспеченность и выгода, все-таки еще из тех, кто готов думать о великом. Продолжай, я отвечу на свои вопросы. А, кто ты? Всего лишь скромный посланник отца. Когда-то и я был похож на любого другого сталкера, но потом мне явилась правда. Именно тогда я изменился, стал совершенно другим человеком. Моя личность больше не имеет значения. Все, что имеет сейчас значение, это мое сообщение. Кто тебя прислал? Я принадлежу к братству. Мы есть грех и будем олицетворением пороков человечества. Каждый из ваших группировок имеет свои цели, что отличны друг от друга. Кто-то хочет уничтожить зону, кто-то хочет использовать ее богатство, а другие просто поражаются ее чудесами. Однако лишь мы одни знаем правду, лишь мы важны для зоны. Ты смотришь на настоящих хранителей зоны. И лишь мы одни можем похвастаться всеми знаниями и силой, которые может дать зона. Грех? И почему же я никогда вас не слышал? Вместо того, чтобы участвовать в битвах за территорию или бородить зону в поисках личностного богатства, мы же предпочли собирать знания в тишине самого его зачатия. Становясь сильнее. Там, где двое дерутся, выигрывает третий. Теперь же мы почти готовы выйти из тени и вступить в свет Ирия. Я надеюсь, ты присоединишься к нам. Какие у вас цели? Цель посланника, стоящего перед тобой, заключается в том, чтобы нас услышали, чтобы люди были посвящены об истинном смысле зоны. Что зоны-то чудо. Чудо, что поможет каждому. Чудо, что поможет человечеству разрушить оковы насилия и ненависти. Я отбираю сталкеров, чтобы разделить с ними силу. Что приходит создание множества тайн. И когда пробьет час очищения от грехов, они будут стоять рядом с нами на победной педестале. Хм, знаешь что? Это звучит очень даже ничего. Уж как-то я не верю в это. Но давайте, чтобы втереться к нему в доверие, выберем первый вариант. Я знал, видел и ощущал, что ты выберешь правильный путь, сталкер. Ты один из тех немногих особенных, что встречались с посланнику. К сожалению, не все они подошли для вступления в наши ряды. Но на тебя я возлагаю. Большие надежды. Мне было приятно вести с тобой беседу, посланник. К сожалению, мне нужно идти, так что я вынужден тебя оставить. Хорошо, посланник будет верить и ждать твоего возвращения. Но уже в наши ряды, брат. До встречи. Фигайся ты, дядька серьезный какой, а? Не, ну ты в натуре, чувак, конечно. Да, с такими водиться. А потом думаю, да что это наркованов-то много, а? Расплодилось-то. Свобода, кстати, не сама. Ой, ладно, все, не буду я шутить про группировки. А то начнутся там эти самые в комментариях вылезут. Типа, лай, про группировки шутишь? Хочу и шучу. Я поговорил с этим чучелом, Сидр. Сидр у меня в холодильнике. А я Сидрович. Итак, что узнать удалось? И почему он все еще жив? Не хотел кипиш поднимать, вяки же под боком. Что выяснил? Типа, тот броит по лагерям и базам доверблют сталкеров для своей секты. Ай, на группировке грех. Хотя в нашем случае, что группировка, что секта, те же яйца. Говорил, что мы не понимаем зону и чего она хочет. А они понимают ее лучше, чем кто-либо другой. А их целью, не много не мало, является очищение. Ну или захват мира, что собственно одно и то же. Грех? Да кажется, были какие-то слухи о них. Старость не в радость, но память-то еще не совсем осталась. Влезали в стычки с неизвестными сталкерами, которые устраивали засады. А после, как все заканчивалось, смывались в неизвестном направлении. Кажется, одна из относительно недавних подобных стычек была в рыжем лесу. Так ладно, Кобик Рубик наш потихоньку складывается. Проведали с Некатом, да поспрашивая его, вдруг он слышал что или же сам в курсе событий. А мне пока надо по-тихому сплавить отсюда нашего незваного кости. Рыжий лес? Ну, просто здорово, а? Даже не удивлен, что подобные фанантики сидят в лесах. Дает нам 5000, дает нам координатный тоник. Я не знаю, лопату, наверное, выложу, потому что искать его с собой, что-то такое, если честно. Итак, смертный грех лесник. Лесник должен что-то знать о сталкерах греха в режим лесу и вообще обо всех слухах в округе. Нужно найти его и поговорить с ним. А что я его искать? Он там сидит, пердит, этот старичок там. Так, ну квесты квестами, но, наверное, я пока займусь основной сюжетной линией, потому что я давненько этой не занимался, линией сюжетной. Ой, я боюсь, что это будет монолит, конечно, вот здесь, прям, но... А что, а что, будет и будет, портется их убить. Нет, не бей, не бей, не бей, не бей. Пацаны, помогите мне кто-нибудь, помогите. Костюмы, конечно, не уханьхали. А, нет, не сильно, кстати. Давай, давай, до связи, до связи, до связи, да отвяжись от меня. Враг, я какой тебе враг? Я друг себе вообще-то. Нам попали, конечно, сильно. Костюмы покоцали тоже, донки, сильно, но главное, что я жив. Слушай, там, походу, не только грех. Так, мы так же кушать захотели. Так, поешь. Ничего. Во, бочка, давай, выручай меня, если что. Будем вот так вот идти. Слушай, это же вообще не баг, кстати. Почему до этого раньше я надумался, только она вот какая-то... О, видишь? Попадает по бочке. Прикольно, только вот как-то такаяся тактика, если честно. Так, тихо, 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 тихо. Не попал. Так, но они, скорее всего, могут уже приблизиться и куда-то вот сюда, очень близко. Ну, что нам остается делать? Да ничего, по ровным счетам. Ты что, вообще, что ли, попутал или что? Я не пойму, вы что, охренели, слышишь? Вы что, вообще офигели или что? Вообще? Почему? За что? Что за бред вообще? Я думал, они даже дверь не могут открывать, однако они все могут. Вон, говнюк. Ну, так по ним фиг попадешь, на самом деле. Сейчас просто патроны впустую трачу. Блин, ну, господин, а вот топонос-то золотуха. Все вроде нормально, тут какой-то черт резко. Точнее, черты начали появляться. Так, хотя бы одного я убил. Это даже был какой-то квестовый чел, может быть, даже не одного убил, кстати. Так, и чего? Надо вообще в здание забежать по-хорошему, оттуда отстреливаться. А, да, расскажешь. А можешь не бояться? Неладно, давай сюда. Все тут, вот эта позиция хорошая, кстати. А, слушай, а слушай, а ты случаем, а случаем не о фанатиках вообще речь шла. Потому что, ну, тоже додики, тоже какие-то странные. Че, к чему лезут ко мне? Да я пофиг, не буду стоять. Я хочу их просто убивать максимально, так, там, какая-то. Карната пролистела вон. Ну, они, значит, где-то очень далеко. Как далеко, точнее, где-то вот здесь. Минус, сейвимся. Поехали дальше. Себе игроку оставляет, сохраняемся. Ну, а как неплохо, так дамажно, на самом-то деле. Грена, да? Или нет? Нет, не Грена. Там чел вообще с носорогом. Где же ты раньше-то был, мужик? Где же ты реально был раньше-то? Почему я тебя раньше не встречал, а? Как-то ты не пригодился вот до этого. Так, это карната? Она очень кривая, да? Или вообще не карната? Что? Ну, ладно. Сколько? 98%. Ну, пока что наш костюм очень хорошо держит урон. Так, тихо. Что, по стрельбе? Бил, сколько их там. Это жесть какая-то. Это просто чуметь. Ну, господи. Ну, ты что за... Ай. Ну, давай, давай. Постоим тут, поперзим. У вас там три человека минимум. Грена, ну, точно зря. А, ну я патроны потратил все. Вот, 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 вот чего вам надо, а? Вот чего ты пришел ко мне? Объясни мне, челик. Вот в чем мотив твоих этих действий, я не пойму. Так, господи, ну вот. А, еще. Да что за бред вообще? Почему их тут так много? Я не понимаю. О, господи, еще. Ну, да, короче, пошли вы к черту. Вот по нему думаете ли попасть легко? Да нет, нифига подобного. Патроны. Тихо. Не убил. Но у меня шансов мало. Данное выживание сейчас уже будет. Все, я выжил каким-то образом, но... Или нет? Спокойно. Господи. Все медикаменты, все потратил сейчас на этот бой. Вообще, бессмысленный, по сути, бой был. Тупо для того, чтобы нам не мешали погрыться снегом. То есть, и еще на этом не все, кстати. То есть, их там еще где-то в большое количество. О, да. Это точно грех уже. Сто процентов. Ну, говорю, додики, он с РПГ идет на меня. Капец, покосали. Что это такое вообще? Что от... Что это такое вообще? У меня бляха, муха. Опять надо сейчас бинт использовать, да? Господи, откуда ты выстрелся? Объясни мне, а? Я его убил, но какой ценой? И это перезагрузка, потому что, ну... А может, перезагрузка? Вот не люблю. Вот в саркофаге такой мороки не было, а? Вот как сейчас в рыжем лесу. Вот что за дичь? Топанос-то золотуха, ей-богу, а? Ну? Вот дрянь какая, а? Ее живет там, а? Живет и радуется жизни. Че отец? Это же ничего у тебя не было толком. А мне патроны были. Ладно, один патрон, спасибо. Да не один, он еще какие-то говнопатроны дал мне. Слушай, отец, я ищу странных сталкеров, что облюбовали лес. Не замечал ли ты чего необычного сегодня или вообще недавно? Может, слухи какие-то ходят? Реже лес приходится оорозненной множество необычных явлений, событий и слухов. Если еще рассказывать окажешь, то если знаешь. Погоди, сынок, память же не та. Да, вспомнил. Без предупреждения прошли не несколько дней, а прошли они с севера. Сам лес подсказывал мне, что в них было что-то зловещее. Перед ним расступали сталкеры, а сами несинхронно двигались в полной тишине, прошагав в глубины леса. А несколько дней спустя я начал слышать регулярные выстрелы, чаще чем когда-либо. Стой, стой, а они еще там? Хе-хе, уже нет. Нет каких-либо причин считать иначе. Быть может, в поисках кого или чего-либо пребывают они. Не может тебе старик сказать с уверенностью. Но во время одного из недавних обходов я заприметил дым от костра через гущу леса в восточной части. Возможно, что они там лагерь себе устроили. Восток, значит. Есть там запрошенная шахта, а за ней лагерь, поляна. Не считая моего жилища, мост в Лиманской, шахт на западе, нет здесь места для группы и их размера. Коль проблем ты ищешь, там ты их и сыщешь, сынок. Понял, спасибо тебе, нет. Не имею больше отвлекать. Будь осторожен там, не только сталкеров полно. Великое множество всего живет в лесу. Не теряй птицельность. Слушай, ну за это спасибо, конечно. А работа тисками тысячи рублей. Не-не-не-не, давай без тысячи рублей, давай я тебе что-нибудь продам, возможно, конечно. А это возьмешь? Ну, с другой стороны бери, ладно, пофиг, чем это с собой отыскать. Так, смертный грех, призраки рыжего леса. Лесник узнал, где могли бы разбить лагерь, режим лесу, не лест на сталкера. Он сомневается, что они мирно настроены. Мы в этом уже, естественно, убедились на самом-то деле. Я по-хорошему бы вообще вернулся какой-нибудь на бар. О, я понимаю, я понимаю. Короче, я с нейров бара вернусь какого-нибудь. Это что такое? Птица такая там, что ли, зависит? Или что там здесь происходит? Ладно, не важно. У меня ноль патрончиков, вообще ноль почти. Пять таких только и все. Вообще мало. Смертный грех, призраки рыжего леса, чего? Надо смотреть тела в поисках улик и возможной информации. Типа нет выброса, умерли? Или как? Погоди, не понял ничего я. Естественно, не понял. И впрямь, видимо, нет выброса, померли. Потому что здесь вообще открытая поляна. Они настолько додики, что не додумались. Так, а выброса хотя бы закончишься или нет? А, нет. Вот, они померли, смотри-ка. Нет, ну я, конечно, схожу сейчас за ними, потому что... Ну а почему нет? Конечно, надо надеяться на то, что мутантов я особо не встречу по ходу дела. Иди в сраку, чел. Вот что это за вообще? Прошел ни свет, ни заря, да? Такой, типа, ты будешь остоплен. С хера, обеспрашивается. Крысю, крысю, крысю. Понимаю. Крыса вступая, фу. Так, и чего? Я никого не вижу, между прочим. И трупешники. Но вот здесь они все померли. Видимо, где сидели, там умерли, да? Или как? Что? Где? Я никого вообще не вижу, подожди. Чегось? Так вот же. Надо осмотреть тела в поисках улик и возможной информации. Трупов нет. Ничего не понимаю. А, возможно, они, конечно, после перезагрузки отсеклись, что ли, или что? Ну, я так полагаю, сейчас будут с автосейла переигрывать, да? При этом переиграл я грамотно. Наверное. Тут кусты кустами, конечно, тут вообще ничего нет. Подожди, может, они тут что-то поменяли просто? Нет, просто выбросы. Челики померли, а игра-то не предусмотрела, и все. Вот и решение проблемы. А трупы исчезли банально. Потому что их тут много должно было быть. И, наверное, без записи я сделаю таким образом. Я просто схожу к леснику, просто с ним поговорю и проигнорирую все эти вот перестрелки прям по минимуму. Просто, ну, то есть, ну, поговорил, ушел, все. Какие вопросы должны быть? Хотя, как тут уйти-то так грамотно еще, а? Вопрос имеется. Ну, быстрые переходы как-то. Может быть, с нами тнуться и потом вот так пройти. Ну, потому что вот сейчас чисто полсерии, вот реально полсерии я потратил на то, чтобы уничтожить их вонючих чертовых фанатиков. И, как выяснилось, зря делал. Потому что, ну, потому что, ну, как? Где тут трупы-то? Ха-ха, господи. Ну, ладно, я этим займусь в следующей части. Всем спасибо за просмотр всем. До скорых встреч. Еще веримся. И пока-пока, не расстраивайтесь. Я думаю, то, что уже со следующей серии мы неплохо так... Можно давай артефакт найдем, а, все-таки, да? Давай, хотя, артефакт найдем для приличия, чтобы не зря. Хотя зачем? Если все равно, мы кому-нибудь переигрывать. Ну, давай, не знаю, попрековывай. Ладно, нашел, конечно.